С началом неспослания Корана в истории аравийского общества завершилась эпоха невежества, отмеченная межплеменной враждой и упадком нравов. Пророк Мухаммад, мир ему, придавал большое значение обучению верующих грамоте, вдохновлял их на приобретение и распространение полезных знаний. В мусульманском мире наука всегда пользовалась уважением и любовью. Правители покровительствовали известным богословам, создавали условия для работы талантливых ученых. Ученые, мыслители играли важную роль в общественно-политической жизни мусульманских стран, влияли на общественное мнение и принятие многих государственных решений. Амиядский халиф и выдающийся праведник эпохи раннего ислама Умар бин Абдуль-Азиз говорил, «Тот, кто совершает дела, не обладая знанием, приносит больше вреда, чем пользы». Каждое государство, каждое общество для успешного развития, становления его, старается просвещать людей, потому что с грамотными, понимающими, воспитанными людьми гораздо проще строить сложные, порой очень трудные моменты в жизни государства и общества. И у нас в исламе, безусловно же, еще с тех пор в жизни деятельности нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему, стояла задача именно в распространении просвещения и воспитании людей. Все поставлено на просвещение, так, как нам продиктовано вообще жизнью, как сказано в Коране, как наш пророк Мухаммад, Мустафа Сагалави Веселин говорил в свое время, «Все направляйте на овладение знаниями, всю жизнь старайтесь овладеть этими знаниями, и идите за ними на край света, аж Китай». Это в те времена уже было известно, высокое развитие знаний, науки и так далее в государстве китайском. Ну, а я могу сказать и такой хадис, когда наш пророк сказал, «Тот, кто владеет знаниями и их хранит, не распространяя, тому Аллах огненный намордник наденет в судный день». Вот какова значимость овладевать знаниями и распространять их. Знаниям помогают жизнь, знаниям помогают воспитать личность достойную той степени, которому призывает Всевышний Аллах в священном Коране. Дорогие братья и сестры, я искренне вам всем желаю заострить внимание на овладении знаний своих, своих деток, своих ближних. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он содействовал, чтобы Он помогал осуществлять эту почетную, очень важную жизненную деятельность. Ассалам алейкум, арахм, 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 арахм. Уважение к ученым со стороны мусульман нельзя сравнить с уважением, которое человек приобретает благодаря своему богатству или положению в обществе. Оно основывается на признании их высокого положения перед Аллахом и не прекращается даже после их смерти. Али-Ибн Абу-Талиб сказал, «Знание лучше богатства. Знание защищает тебя, а богатство нуждается в твоей защите. Знание – повелитель, а богатство подчиняется ему. Богатство от расходования уменьшается, а знание от расходования увеличивается». Ислам уделяет особое внимание приобретение знаний. И этому служит доводом аяты Корана, хадисы посланника Аллаха саляллаху алейкумсаляма и тот факт, что первый аят, который был неспослан Пророку Алейхи саляллаху алейкумсаляма и Всевышним Аллахом, было повеление «Игра читайте, читайте, приобретайте знания». Поэтому приобретение знаний становится долгом каждого мусульманина, независимо от возраста, от места. Изучение знаний, связанных с намазом, с постом, также с той деятельностью, с которой человек связан, является обязанностью для каждого мусульманина. В хадисе посланника Аллаха саляллаху алейкумсаляма сказано, если кого-то Аллах хочет одарить особым благом, то одаривает его знаниями. Этот хадис показывает нам ценность человека перед Всевышним Аллахом, ценность того человека перед Всевышним Аллахом, который приобретает знания, как на этом свете, так и на том свете. Поэтому обязанностью каждого мусульманина стремиться быть знающим, знающим свою религию, знающим свое дело, подобно тому, как в хадисе посланника Аллаха саляллаху алейкумсаляма сказано, «О люди, стремитесь к приобретению знаний». Этот хадис показывает, что каждый человек должен поставить перед собой цель приобрести те знания, с которыми он проживет всю свою жизнь. «Мы сейчас накануне начала нового учебного года для молодых ребят. Я хочу им пожелать крепкого здоровья, легкости в приобретении новых знаний и, конечно же, уважения к учителям. Да сделайте Всевышний Аллах благодать, баракат в наших знаниях. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи тааля, ва баракату». Мусульмане придают большое значение знаниям и образованию, понимая их как просвещение разума и сердца. Обучение в исламе не ограничивается передачей полезных знаний. Учитель является собой пример того, как необходимо реализовывать правильные познания, с пользой для себя самого и для окружающих. Цель обучения – помочь учащимся освоить научные сведения, развить в них способность правильно мыслить, самостоятельно углублять свои познания, грамотно и эффективно использовать их на практике. Если посмотреть на развитие общества в историческом разрезе, то неоспорима роль сферы образования и научного потенциала, и интеллектуального потенциала народа, общества, человека. Поэтому роль знаний, роль образования, она велика настолько, что знание, которое находится в образовательном процессе, руководит вообще всем развитием цивилизации. Что касается исламского знания, исламское знание – это не просто поклонение, это не значит находиться постоянно в обрядах, это не значит, что человек мусульманин обязан только выполнять какие-то пункты. Нет, это не только это. Это обязательно религия, основанная на знании. И ученые все вторят о том, что лучшее поклонение – это получение знаний. Всевышний Аллах в Куране призывает мусульман искать знания. Все ученые, повторяя за Всевышним Аллахом, в каждом своем научном труде, которое касается поклонения, призывают искать и получать знания. Знания, которые находятся в традиционном исламе, ни в коем случае не противоречат тем знаниям, которые мы получаем в светском образовании, в институтах, в школах, в детских садах и так далее. Оно, наоборот, поддерживает, подкрепляет, а в некоторых случаях даже двигает вперед. Поэтому мы, как педагоги, как учителя Минской соборной мечети, заинтересованы в том же, чтобы образовать ребенка с самого маленького возраста. С самого маленького возраста мы уже ведем и показываем на примере Корана и Сунны все творения Всевышнего Аллаха, как знамения о том, как устроен окружающий мир, как нужно строить отношения между собой, самим собой, между друг другом, между близкими, между своей семьей и между каждым членом общества. Духовно-нравственные ценности исламских знаний, они позволяют человека воспитать таким образом, чтобы он мог спокойно общаться с другими людьми из других конфессий, чтобы он спокойно мог общаться с другими нациями. Потому что тот покой, душевный покой, который предлагается из Курана, из Сунны, он именно и направлен на гармонично развитую личность, способную и впитывать, и отдавать то, что приносит благо. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ученики получили качественное образование, исламское образование, которое им поможет не только стать порядочными, хорошими мусульманами, но еще принести, естественно, пользу и благо нашему обществу, нашему государству. Человек во все века стремился к знаниям. Недаром посланник Аллаха, мир ему, говорил, «Как только кто-нибудь выходит из дома в поисках знания, ангелы простирают над ними свои крылья в знак довольства этим». Продолжение следует...